Ажурные украшения из золотой и серебряной проволоки веками создают мастера в призрине на юге Косово. Искусная филигрань когда-то принесла большую известность этому городу. Фатиме уже 50 лет делает серьги, кольца, цепочки и предметы декора. Такие часто украшают драгоценными или полудрагоценными камнями. «Мне очень нравится это ремесло. Я счастлива, потому что каждый день создаю что-то новое». Техника филигрань зародилась в Египте. Позже её переняли индийцы, греки и другие народы. Косовские мастера за столетия выработали собственный стиль. «Наша техника уникальна. Филигрань есть в России, Польше и других странах. Но филигрань в призрине была, есть и будет истоком этого ремесла». Секреты мастерства веками передавали от отца сыну. От ремесленника требовалась не только творческая фантазия, но и точность исполнения. «Это ремесло стоило того, чтобы отдать ему всю молодость». Это предприятие открыли в 1946 году. Тогда здесь трудились 150 человек. Сейчас осталось пятеро. Летом в сезон свадеб много заказов, и мастера не справляются, а молодые специалисты не приходят. «Было бы хорошо, если бы правительство, органы власти не позволяли таким ценным ремёслам исчезать. Кто бы не пришёл на помощь этим ремёслам, это будет хорошо. Их исчезновение стало бы потерей не только для государства, но и для нации». Мастера планируют открыть школу и преподавать технику филигрань всем желающим. Тех, кто закончит обучение, будут принимать на работу в мастерскую.